До главного политического события осени, выборов в областную думу, остался месяц. Началась традиционная борьба за избирателя, в которой для некоторых все средства хороши. К примеру, вот так отвечают в приемной одного из депутатов. Наш товарищ Грищенко отправил все деньги для того, чтобы попасть ему в областную думу, все в заводской район. Мы уже сколько раз писали, нам ответ такой, что не выделено на Ленинский район, а причину не указывается. Какие магистрали ремонтировать городские власти решили несправедливо. Так, в приемной депутата городской думы Олега Комарова объясняют, почему в Ленинском районе плохие дороги. Зачем сотрудники дают такую информацию, неизвестно. В выборах Комаров не участвует, поэтому мы решили разобраться в этом вопросе. Улица Топольчанская, Ленинский район. Эти кадры мы снимали месяц назад. На окраине города кипит работа. Асфальтное покрытие меняют на двух участках. А это уже Елшанская. Сегодня обе магистрали полностью завершены. Многие дети живут в поселке Мещановка. И добираться им было невозможно. Они шли по проезжей части. Сейчас сделали хорошую дорогу, убрали вот этот весь, все болота, которые здесь были. Больше всего дорог ремонтируют в самых крупных Ленинском и Заводском районах. Из выделенных на Саратов 600 миллионов сюда вложили 160 и 140 соответственно. Крупные объекты также в Кировском и Волжском районах. В том числе и спецобъект Московская 95 миллионов. В целом по городу выбирались в первую очередь магистрали с наиболее оживленным движением. Магистрали с общественным транспортом. Наиболее оживленное движение общественного транспорта. Где проходит большое количество маршрутов. В основном автобусов, троллейбусов. По этому критерию. И естественно разрушение. Разрушение, значит покрытие. Всего в городе ремонтируют 46 объектов. На сегодняшний день объем выполнен на 70%. Работы ведутся круглосуточно. Дорожники торопятся успеть до холодов. 15 ноября все магистрали должны быть открыты. Ксения Перекосова, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.